Приветствую вас, ну, наверное, именно вот безболезненно справиться с переездом, наверное, не получится, потому что у вас есть национальная привязка к своей маме, вот, к сожалению, и безболезненно, вот эта вот привязка болезненная к вашей маме, она, на мой взгляд, связана напрямую, напрямую, связана с вашими потребностями, которые у вас имеют место быть и до тех пор, пока вы вот свои потребности, лежащие в основе данной привязки, не осознаете и не увидите до тех пор, у вас будет вот такая реакция. И боль, сама по себе боль, сама по себе какая-то такая болезненность, если угодно. Это необходимая история для того, чтобы преодолеть эту задачу. это могут та боль, что вы испытываете, это тот отрезок личностного роста, который вам необходимо пройти для того, чтобы вылезти, для того, чтобы кем-то на кем-то стать, для того, чтобы что-то вообще уметь. уметь, чтобы что-то мочь, чтобы чего-то добиться, чтобы кем-то с кем-то стать, да? то есть не просто вот как сейчас вы зависите от мамы напрямую, напрямую, да? а именно от нее сепарироваться, сепарироваться. Вот. Ну, через. Без боли это, к сожалению, сделать нельзя. Без болезненно, ну, без, без ощущения боли это сделать невозможно. А, видите ли, тёплые отношения с мамой, как вы говорите, именно тёплые отношения, которые совершенно не относятся к тому факту, что когда-нибудь не привязан к своей маме. то есть есть, на мой взгляд, ну, разница между этими двумя вещами, между этими двумя вещами с тёплыми отношениями с мамой и между, и привязкой к человеку. Вот. Ну, я очень рекомендую вам разобраться в том, почему вы нуждаетесь в ней, своей маме. Почему вам тяжело отойдёт? Отойдите. Почему вы не можете это сделать? И так далее. Это очень важная история. Это очень важный момент. Вот. С чем связана ваша с ней привязка, с чем связана ваша тяга к ней и невозможность быть без неё. Вот. Возможно, вы нуждается в защите, возможно, вы нуждается в поддержке, возможно, вы не уверены в себе. Вот. Возможно, есть какие-то ещё ситуации. Ну, я точно не могу сказать. Наверное. Потому что... Всё-таки нужно... ...поисследовать... ...вашу ситуацию, чтобы понять её лучше. Пока это... ...просто вот... ...вот... ...такие предположения, да? ...вот... 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 Но самостоятельность, она бывает равна. Если вы, например, самостоятельно финансово, да, если вы именно как-то финансово самостоятельно, то это ещё не означает того факта, что вы самостоятельно эмоционально и психически, ну, психологически, да, к сожалению. Вот, поэтому разные вещи здесь, ну, это в принципе, это в принципе разные стороны, да, вот. Поэтому давайте мы с вами не будем сейчас особенно торопиться какими-то выводами. Просто стараемся спокойно пройти к этой истории, к этой ситуации всей, вот, и спокойненько в ней разобраться. Вот, может быть, вам имеет смысл не расставаться со своей мамой так сразу, если вам тяжело, да. То есть, если тяжело, то не надо. Может быть, имеет смысл, там, какие-то другие вещи рассмотреть с точки зрения того, как можно, вот, как и что можно сделать. То есть, тут вариантов хватает. Вот, может быть, первое время, там, приезжать к маме почаще, там, побывать в ней и так далее. Либо как-то чётко разграничить, в чём вы, там, с мамой зависимы, а в чём не опустимы. Это тоже очень важный момент. А то есть, ну, грубо говоря, чем вы, там, чем вы делитесь, к примеру, с мамой своей, да, вот, а чем нет, чем вы не делитесь. То есть, то есть, что вы, там, к примеру, ей рассказываете, а что нет. Вот, то есть, это всё очень такая важная, достойная история. Вот, и, мне кажется, что всё это, как минимум, достойно того, чтобы вас не было добраться. Вот, опять же, это всё очень важно для вас. Да. Это такая, действительно, очень важная штука для вас. Вот. Пожалуй, всё. Основное, на что нужно обратить внимание, это, значит, на потребности, которые у вас есть по отношению к маме, к маме. Вот. И на те, вот, ощущения, чувства, эмоции, которые, вот, вы говорите, что не могу представить, как жить не с ней. Вот именно, в чём вы не знаете. Скорее всего, вы от своей мамы что-то получаете, да, но что именно получаете, вы, вероятно, не знаете. Вот. Вы, вероятно, не знаете. И поэтому, вот, именно с этим нам нужно разобраться. Вот. Уважаемый клиент, а, ник вас, а, как это я, НИ или НИ, не знаю, как правильно, уважаемый клиент, вот такой вам будет ответ. В прямом мире, пока, пока что. А, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. А, если понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.